Друзья, приветствую на канале Академию ГУМЭ и я его ведущий Олег Баженов. И сегодня в своем любимом салоне концепции я буду делать замечательное блюдо, которое вы можете попробовать в любом индийском ресторане, хотя его история вовсе начинается не в Индии. Называется оно курица тика масала и несмотря на количество ингредиентов, которые входит в состав, готовится элементарно просто, поэтому обязательно рекомендую приготовить его дома. Субтитры создавал DimaTorzok Слово тика обозначает кусочки мяса или овощей, маринованные в специях и йогурте, которые затем запекаются в тандыре и подаются в соусе масала. Британцы считают курицу тика масала дословно великолепным кулинарным чудом и своим национальным блюдом. Есть несколько версий его происхождения и по одной из них оно было изобретено в 60-х годах Британии бандгладешским шеф-поваром-мигрантом из восточного Пакистана. В то время большинство британских индийских ресторанов принадлежали бандгладешским шеф-поварам или управлялись ими, которые и разработали новые не аутентичные индийские блюда, в том числе и куриное тика масала. И для того, чтобы курица хорошо промариновалась, нужно ее обязательно положить в холодильник минимум на час, а еще лучше оставить ее мариноваться в течение всей ночи, когда маринад промаринует курицу и это будет просто бесподобно. По другой версии, авторство принадлежит тоже патистанскому шеф-повару Али Ахмеду Асламу, владельцу популярного ресторана Шиш Махал в Глазго. Сейчас мы воспроизведем что-то вроде тандыра. Тандыр это такой горшок, знаете, в котором запекается обычно курица. В Индии очень популярно это блюдо. Ну, за неимением его будем это делать все и производить на сковороде. Для этого я разогрею ее и обжарю все куски мяса, чтобы они практически обуглились. Нам именно нужна вот эта корочка, самое главное, тандыри, чтобы все части куриные получили такой небольшой хрустящий даже, может быть, черноватый уголек. Это именно то, что мы хотим добиться сейчас. Обжарим маринованной курицы. Чтобы понять невероятную популярность курицы Кикамасала, мы должны отправиться на 5000 лет назад, когда были изобретены глиняные печи тандыр. А маленькие кусочки курицы размером на один укус появились благодаря фобии императора Бабура, основателю династии моголов в Южной Азии, у которого был сильнейший страх подавиться куриной костью и умереть, что он приказал своим бенжатским поварам убирать абсолютно все кости, прежде чем готовить мясо в тандыре. Это и стало называться тика. Со временем рецепт был изменен и включил маринование курицы в йогурте и специях. А теперь я займусь приготовлением соуса масалы. Для этого я растоплю масло в хи и обжарю на нем зиру, семена кориандра, кардамон с гвоздикой и затем обжарю лук в течение 2-3 минут. Добавлю еще имбирь, гарам масалу и добавлю для придания оранжевого цвета куркуму и копченую папку, каенский перец и семена пожитника. Добавлю соли и перемешаю в течение нескольких минут. Добавлю томатную пасту и планшированные помидоры. Можно, конечно, и свежие, но пока что не сезон. Немного воды и буду тушить соус на небольшом огне, пока он не уварится немного в течение 20 минут. Ну, теперь отправлю курицу тика к соусу и буду тушить ее в нем в течение 10-15 минут. В отличие от повсеместно публикуемых рецептов с грудинкой, я не очень люблю филе курицы, поэтому использую ножки и бедра. Остатки маринада тоже идут в дело, ну и, конечно, добавляю сметану, которая смягчит остроту и придаст кремовую структуру блюду. Обильно сбрызну соком лимона и буду тушить, накрыв крышкой еще в течение 10-15 минут. Обычно курицу подают либо с рисом, либо с лепешками. И для идеального риса он должен промыться под проточной водой до прозрачности ее. Вода, как правило, должна быть такой чистой, чтобы вы ее спокойно могли дать пить своему ребенку. Это главное правило в приготовлении идеального риса. Исключение составляет рис для приготовления ризотто или паэльи, где его промывать как теоретически нельзя вообще. Второе правило. Вымытый рис должен постоять в холодной воде минимум в течение 10 минут. Правило номер три. Рис должен бросаться в кипящую воду и в данном случае в соотношении 1 к 1,5 воды, когда сорта посмать. Следующее правило. Варить нужно на небольшом огне при закрытой крышке. И ее во время приготовления открывать не рекомендуется. Мешать рис категорически не рекомендуется тоже. Он должен приготовиться в течение максимум 7-10 минут. И после снятия с огня положите бумажное или обычное полотенце под крышку и дайте рису постоять хотя бы минут 5. Видите какой рис получается? Каждая резинка отдельная. Красота! Курица тика масала является настоящим британским национальным блюдом и подается по всему миру практически во всех китайских ресторанах. Друзья, я могу сказать, тот запах, который здесь стоит, это просто что-то невероятное. Настоящая курица тика масала. А с вами был Олег Баженов. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Нажимайте на подписку и обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех новых видео рецептов, которые выходят у нас на канале Академия ГРМ. А также подписывайтесь на страницу в фейсбуке салона концепты для того, чтобы видеть все новости, которые происходят в мире кухонь и бытовой техники. И не переключайтесь, потому что через небольшую паузу я анонсирую то блюдо, которое буду готовить в следующий раз. Увидимся! Яшенька, пока, малыш! Остаешься за старшего, а я поехал во Францию за рецептом бретонского блинчика из гречневой муки. И его мы будем готовить в следующий раз. Пока!